МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый вечер! В эфире на Уральской обещательной кампании. В студии Мария Антонова я и мои коллеги расскажем о главных событиях этого дня. Сегодня в выпуске. В городе состоялся совет глав муниципальных образований Горнозаводского округа. Коммунальные проблемы с села Тарасково. Весенний фестиваль детского творчества «Город мастеров». Сегодня наш город посетили главы муниципальных образований Горнозаводского управленческого округа. В программе. Совещание в режиме видеоконференции с заместителем председателя правительства Свердловской области Яковом Силиным. Заседание совета. Посещение промышленных объектов Новоуральска. Спортивных и культурных мероприятий. Подробнее расскажет Дарья Максимкина. Подобные встречи проходят каждый месяц в одном из муниципальных образований Горнозаводского управленческого округа. Сегодня настала очередь Новоуральска. После официальной части в здании администрации началась обзорная экскурсия по предприятиям и учреждениям города. Первой своей двери для гостей распахнула детская художественная школа. В каждом городе есть своя изюминка. И вот одна из изюминок мы сейчас присутствуем. Я просто восхищен вашей школой искусств. Хотелось бы, чтобы было шире представлен Новоуральск в Верхней Салде. Визит продлился до самого вечера. Гости посетили ряд объектов социальной сферы. Заехали и в промышленную зону. Лично оценили возможности нашего деревообрабатывающего производства и побывали на заводе строительных материалов Дедогор. На самом деле это очень важно, суметь поддержать малый и средний бизнес, который на свой страх и риск организует свое предприятие, особенно предприятие производственное, дает рабочие места, причем обеспечивает работу и заработные платы не только себя, но и тех людей, которые работают на этом предприятии. Каждая такая встреча – это прежде всего обмен опытом работы по самым разным направлениям, будь то строительство жилья, благоустройство или культура. Новоуральску, как закрытому городу, особенно важен взгляд со стороны. Сегодня, на мой взгляд, и местная власть, и депутаты местные, и исполнительная власть работают над тем, чтобы город жил, город развивался, город работал, город давал доходы в бюджет. И, собственно говоря, сегодня в Новоуральске, по крайней мере, с теми жителями, с которыми мне тут удалось пообщаться, говорят о том, что не просто они хотели бы остаться здесь жить, но и хотели бы, чтобы здесь жили и их дети, и внуки. Жители одного из ветхих домов села Тарасково обратились в Новоуральскую думу с просьбой рассмотреть возможность расселения в более пригодное для жизни жилье. Надо отметить, что в российском законодательстве есть два понятия для помещений с высокой степенью износа – ветхое и аварийное. Главное отличие – в ветхом жилье жить можно, хотя оно и сильно изношено, а аварийное жилье имеет повреждение несущих конструкций, которое может привести к обрушению здания в любую секунду, и проживание в таком помещении опасно для жизни. На немедленное расселение имеют право только жители аварийного здания. Решение по этому вопросу принимает специальная комиссия. Подробности в репортаже Михаила Козлова. Этот дом по улице Ленина-2 в селе Тарасково уже признан ветхим, поэтому жители обращаются во все инстанции, в том числе и к депутатскому корпусу округа о переселении. Дом ветхий, но не аварийный. И в этом кроется вся абсурдность ситуации. Да, дом является ветхим, хотя это формулировка не юридическая. Он непригодный для проживания. Ремонт его капитальный нецелесообразен. То есть в заключении написано, что дом нужно сносить, но в то же время дом не является аварийным. То есть если бы заключение было указано, что дом аварийный, мы были бы обязаны в пятидневный срок переселить вас в маневренный фонд. Надежда Рогачева живет в этой квартире уже 19 лет. Холодно, полы проваливаются. Конечно, своими силами латают, что может. Но ситуацию в корне не исправить. Да никаких ремонтов. Вот ту стену вот так вот заколотили, вот так вот, как бы, это, обшили. Такого ремонта, чтобы прямо аж вот ничего не было здесь. Вот сами как бы 19 лет где-то что-то подмажешь, подкрасишь, подберешь. Вот это вот. Общение с депутатами и представителями администрации округа обнадежило жильцов дома, признанного ветхим. Решение проблемы есть. Это специальная программа по переселению. Возможно, что уже в следующем году можно будет сказать, что квартирный вопрос не испортил им жизнь. Это тот речайший случай, когда нам есть что сказать и чем обнадежить людей. Они занимают первые места по переселению. В 2015 году все заявки на переселение уже в министерстве Свердловской области лежат. Велика доля вероятности того, что в 2015 году будут переселены. Михаил Козлов, Дмитрий Дедюхин. Новоуральская вещательная компания. 27 марта мировая общественность отметила Международный день театра. И хотя в нашей стране он не имеет официального статуса, в эти дни традиционно звучат поздравления в адрес всех работников театральных подмостков. Актеров и режиссеров, светотехников и звукоинженеров, продюсеров и монтировщиков декораций, билетеров и гардеробщиков. Еще в 1933 году в своем письме к цеху гардеробщиков Московского художественного академического театра великий русский режиссер и преподаватель актерского мастерства Константин Сергеевич Станиславский писал «Спектакль начинается с момента входа в здание театра. Вы первые встречаете приходящих зрителей». Именно эта цитата со временем трансформировалась в крылатую фразу «театр начинается с вешалки», которая подразумевает, что в великой магии искусства нет второстепенных ролей и профессий. Даже в тяжелые послевоенные годы, когда только создавался наш город, а вся страна боролась с разрухой, руководителям разных уровней было понятно, что без духовного источника человек существовать не может. В апреле 1950 года в ответ на инициативу творческой и научной интеллигенции города вышло постановление Совета министров СССР, которое определило, что театру в Новоуральске быть. Официальной датой его рождения считается 5 ноября 1951 года, когда спектаклем «Счастье» по пьесе Павленко открылся первый театральный сезон. А уже в 1957 году появился и свой кукольный театр у городской детворы. Поначалу театр был бездомным. Артисты репетировали в школах, в старом помещении клуба «Строитель». И только в 1965 году у театра появилось свое здание. Эти два замечательных творческих коллектива уже много десятилетий работают на благо Новоуральска. И мы от всей души поздравляем работников театра, профессионалов и любителей, всех, кто причастен к благородному делу поддержания традиций и развития великой русской культуры с профессиональным праздником. Театр объединяет все виды искусств – живопись, литературу, музыку, хореографию. Творческие способности проявляются в людях с самого детства. Реализовать себя новоуральские ребята могут в любой из этих сфер. Сейчас в городе проходит фестиваль детского творчества «Город мастеров». Подробности расскажет Валерия Зорина. Начался первый этап фестиваля. Все тщательно готовятся к выходу на сцену. Вокальные студии, танцевальные коллективы, театр мод – некоторые уже знакомы с друг другом с прошлого года. Все делятся новыми впечатлениями и знаниями, которые получили от своих наставников. Фестиваль проводится под эгидой Министерства социальной политики и правительства Свердловской области. Мы в городе проводим первый этап, затем проходит окружной этап и уже заключительный этап областной, который проходит у нас на Черноморском побережье. В этом году число участников выросло. Присоединились три новых коллектива. И несмотря на то, что фестиваль проходил днем, родители тоже нашли время и пришли поддержать своих детей. У меня дочь каждый год участвует в этом конкурсе. И для нас это большой праздник всегда, причем неважно, выиграем мы, не выиграем. Я с удовольствием смотрю работу наших детских коллективов, потому что есть с чем сравнить. И я считаю, что уровень подготовки детей именно наших, новоуральских, он высок. Стоит отметить, что номинаций немало. Мастер кисти, мастер золотые руки, мастер танца, мастер художественного слова, мастер звонкий голос. Победители получат сладкий приз и сувенир. Мне очень нравится, что я выступаю. Ну, адреналин, который нигде не получишь, как на сцене. Очень интересно, много разных людей. Валерия Зорина, Дмитрий Дедюхин, Новоуральская вещательная компания. Творчество и культура связаны неразрывно. А может ли вырасти человек культурным, не читая книг? Более 70 лет в дни весенних школьных каникул в нашей стране проходит неделя детской и юношеской книги. Традиция зародилась в марте 1943 года, в тяжелое военное время. Второй год ожесточенных боев на фронтах. Тыл мерзнет и голодает. Но жизнь не замерла. Огонек культуры – Московский зал Дома Союзов, где мальчики и девочки в стареньких платьицах и курточках, в стоптанной золотаной обуви, встречаются со своими любимыми детскими писателями и поэтами. Автор идеи недели книги – писатель Лев Кассиль. С тех пор, благодаря ему, эти встречи стали ежегодными. Не изменяют традициям и в Новоуральске. Вчера в наш город на встречу со своими маленькими читателями приезжала уральская писательница Елена Соловьева. В библиотеке побывала Ольга Бертье. А вот как вы придумали то, что волшебник превращается в левак? Елена Соловьева – совсем новое имя в детской литературе. «Цветник бабушки корицы» – первый детский роман, сказка этой писательницы из Екатеринбурга. У книги небольшой тираж, но интернет уже полон положительных отзывов как маленьких читателей, так и взрослых критиков. Ещё до издания «Цветника» Елена получила за него гран-при премии «Рукопись года» и стала лауреатом конкурса «Новая детская книга». Елена Соловьева возглавляет отдел культурно-массовых коммуникаций «Белинки». Есть у неё проза для взрослых, рассказы, мини-повести. Иногда в журналах появляются её интервью и очерки о писателях и артистах. Но сюжеты для детей для неё самое дорогое. Сказка об удивительных приключениях девятилетней девочки Маргариты писалась два года, и без мистики не обошлось. Когда Елена ещё только начала придумывать главных героев, одного из добрых волшебников она назвала чертополох. А через некоторое время Елена получает письмо. Она выиграла литературную премию, и в качестве приза её пригласили пожить в старинном шотландском замке – своего рода доме творчества для писателей всего мира. На конверте была Марка с чертополохом, и Елена поняла, всё будет замечательно. Эту книжку она должна написать. Сейчас она уже работает над продолжением. Мы поехали специально в Севастополь, потому что я очень люблю море, и решили подумать, как наши друзья путешествуют на море. Но когда мы приехали в Севастополь, это было ещё до Майдана, мы поняли, что мы впали в то место, где спит война, буквально. То есть мы думали о том, что действие книжки наполовину уйдёт в Великую Отечественную войну, и девочка будет пытаться остановить войну, буквально. А потом, когда начался Майдан, мы даже немножко испугались. Потом, когда непонятно было с Севастополем. Они у меня уже доехали до Севастополя. Я написала 8 глав. И остановилась. Теперь вот жду, когда всё немножко ляжется, и всё-таки писать продолжение. Библиотечные фонды пополнились несколькими экземплярами цветника бабушки-корицы. А все желающие получили автографы Елены Соловьёвой. Весенние каникулы школьников подходят к концу. Но не за горами и летние. Уважаемые родители, с 8 апреля территориальная организация профсоюза города Новоуральска начинают приём заявлений в загородный детский оздоровительный лагерь «Самоцветы». Адрес организации – улица Мичурина, дом 31, справки по телефону 9-63-73 и 9-84-91. И в завершении выпуска о погоде на выходные. К сожалению, тепла не предвидится. Синоптики обещают ночью – минус 2, минус 6 градуса, временами снег. Днём облачно, возможен небольшой снег. Температура – минус 4, минус 8 градусов. Давление ртутного столба – 724-734 миллиметра. Ветер северо-западный – 3,6 метра в секунду. Это все новости на сегодня. Следующая программа «Объектив» выйдет в эфир в понедельник. Хороших выходных! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова